Да, мне тоже вопрос на самом деле понравился, потому что вот для большинства спортсменов это вот прям основная эта проблема, то есть там делать инъекции, качаться, спать там, да, тренироваться, это не особо сложно, а вот прогрессировать из года в год, показать там стабильный результат в приросте мышечной массы, да, при этом не теряя здоровье, это сложно. Нужно иметь определенное понимание того, что твой прогресс зависит от непосредственно напрямую от твоего здоровья. Друзья, всем привет! Рад видеть вас на канале Живая Стали, я Александр Евсеев и со мной в студии снова Илья Одинсон. Илья, привет! Мы продолжаем серию подкастов, ответы на ваши вопросы о применении спортивной фармакологии. Друзья, и напоминаю вам, что вся информация про использование анаболических стероидов исключительно в ознакомительных целях. Мы не призываем к их употреблению. Илья, нужно ли использовать один препарат на курсе или все-таки несколько? Как лучше? Вот тоже такой вопрос слышу. Нужно ли соло что-то ставить, либо теста, либо что-то другое, либо все-таки пара, какой-то компот будет более эффективен? Я понял. Речь идет о курсе на монопрепарате с соло или нескольких. Но я считаю, что хотя бы два-три препарата на курсе должно быть. Чем их больше, тем количество действующего вещества и дозировки суммарной будет по итогу меньше, тем меньше риск получения каких-то побочных эффектов. Потому что, вот смотри, мы ставим, допустим, грамм тестостерона и анонтата, соответственно, это и высокая ароматизация, это высокое давление, больше ингибитор ароматазы. То есть, там самого действующего вещества активного намного больше, риск всех остальных побочных эффектов, связанных с приемом, будет больше. Или же мы возьмем четыре препарата, но по 250. Соответственно, выхлоп будет больше со второго варианта. Во-первых, и выхлоп будет больше со второго варианта, и потенциальный риск и получение возможных побочных эффектов от каждого в отдельности будет суммарно ниже, чем от одного грамма, допустим, тестостерона и анонтата. И эти побочки будут проще администрировать. Одно дело, когда там через, или каждый день ешь анастрозол, да, потому что у тебя там грамм тестостерона и анонтата. А другое дело, когда у тебя там, ну не знаю, 250 этого тестостерона и анонтата, у тебя, ну, 1-2 таблетки в неделю будет достаточно. Но если соло, вот сам распространенный, это тестостерон соло в любых его вариантах. Какие еще препараты обычно используются для соло и нужно ли использовать для соло препараты, не имея в курсе тестостерон? Ведь пройдет же угнетение, секреция собственно тестостерона. Да. Или это не есть хорошо? Это не есть хорошо, да. Но в любом случае, любой андроген анаболический стой, почему называется, потому что у него есть и анаболическая заставляющая, и андрогенная, да, то есть практически любым веществом можно заменить по эффекту именно физиологическому наш тестостерон в той или иной мере. Но вопрос, тут еще идет, видишь, о ароматизации, да, ну то есть если ты вообще полностью исключаешь этот тестостерон из курса, то нужно добавить какие-то препараты, которые будут держать уровень эстрадиола в норме, да, то есть на балденоне соло это вот как бы такой, глупый вариант. Просто еще, что касается балденона, ну, больше мы разговаривали, что он как бы снижает активность ароматазы, да, потому что в организме он распадает на метаболиты, и один из метаболитов, он как раз-таки проявляет эту активность в плане фермента ароматазы угнетая. Вот говорят то, что на балденоне нету побочных эффектов от низкого эстрадиола, якобы там нельзя порваться, нельзя там по проблему суставу, да неважно какая разница, у тебя низкий эстрадиол, неважно от чего, там от балденона или там от ингибитора ароматазы, да, или там от проблемы с печенью, ты в любом случае получишь весь спектр этих побочных эффектов. Поэтому, ну то есть тут надо все-таки как бы понимать, что ты делаешь, и в 90% случаев курсы, они все равно в той или иной мере должны быть с присутствием тестостерона. Вот, поэтому... Кстати, обратил внимание, что именно инъекционной формы, кроме тестостерона, соло практически не используется, а таблетированные, да, вот Туринобол, или байцы едят на Винстроле, на Ксандролоне, сольно, а никто не сидит на деке, на трене или на балде сольно, не сначала, почему-то именно такое распределение. Ну, потому что как бы препарациями по себе они такие, ну, не для монокурсов, то есть тот же, ну, нандролон, хотя, в принципе, препарат, он и ароматизируется, на самом деле, да, то есть и как бы в самом синтезе этого вещества один из побочных продуктов является эстрадиол, вот, поэтому как бы чисто теоретически он может, имеет место быть именно для монокурсов таких вот, соло. Как правильно подобрать дозу препаратов? Вот, наверное, минимально, либо как, вот, по ощущениям человек, наверное, может быть, по анализам стоит ли отталкиваться, вот, как минимально, я хочу вот сколькими, 100 ставить, 250, потому что классическая рекомендация, всем понятно, там, 100 через день или 250, два раза в неделю. Ну, вот, тоже такой, знаешь, вопрос, на самом деле, интересный, тут вот вступает роль, на самом деле, какое-то такое вот видение свое внутреннее, эмпирическое, потому что вот мне говорят, а какой должен быть уровень на анализах, да, вот у нас там возьмем референтные значения, что там минимальное, это там 12, да, максимальное, там 30, что ли, должно быть именно референтные значения, и вот когда вот в лабораториях мы видим, там плюс 120, да, вот эти вот рамки чувствительности анализатора, ну, 120 или там 200, на самом деле, спортсмен, вот реально какую-то разницу по ощущениям, скорее всего, не поймет, ну, то есть, по показателям очень сложно говорить о правильности подобранной дозировки в миллиграммах, тут, на самом деле, нужно начинать с каких-то минимальных значений, ты, ты всегда успеешь их поднять, а вот, допустим, чисто даже психологически вернуться с грамма, допустим, тестостеронной антата на каких-нибудь там 500 или 300 очень сложно, именно физически, ну, именно психологически, по эффекту анаболическому эти даже 500 может быть лучше для тебя, для твоего организма, чем вот этот грамм, поэтому все зависит от, во-первых, действующего вещества, потому что вот согласись, допустим, 200 миллиграмм тестостеронной антата, да, и, допустим, 200 миллиграмм тренбалоны антата, это совершенно разные вещи, вот особенно вот для таких вот явно чувствительных ребят, то есть там от тренбалона их там, ну, разрывает, а 200 тестиков это так, это ГЗТ такой мост, вот, поэтому тут надо как бы все-таки понимать, что за вещество, какой у него эфир, опять-таки, вот, и исходя из этого уже начинать с чего-то минимального, а потом уже там понимая, чувствовать, как организм себя ведет, да, и понимать, что здесь мне немножко не хватает, можно добавить, я это вывезу, организм это вывезет. А вот такой вопрос, 500 энки в неделю и 500 пропионата в неделю, это сопоставимо? Да, сопоставимо? Действующее вещество одно? Ага, ну, действующее вещество одно, а эфиры, эфир разный, допустим, высчитывали, есть сайт, стероид калк называется, он там высчитывается примерный уровень действующего вещества в крови, исходя из количества вещества, введенного посредством инъекции. Вот, допустим, 700 тестостерона пропионата по фону действующего вещества, ну, то есть, если мы ставим пропионат каждый день по сотке, да, это эквивалентно примерно 1200-1500 тестостеронной антаты. За счет того, что короткий эфир, больше действующего вещества попадает в кровь перманентно. Но фон получается неровный. Не такой ровный, как, допустим, да. Как на длинах эфирах. Но если тут там речь шла, что по 100 каждый день, ну, пропик 100 каждый день, фон будет, на самом деле, так, достаточно таки ровный. Там будут, конечно, просадки, но не незначительные. А с учетом того, что накладываются следующие инъекции, да, то там где-то к пятой, примерно, инъекции пропионата каждый день, то фон будет достаточно таки очень ровный. Просто устанешь каждый день ставить. А так, конечно, да, разница по эффекту, она будет, ну, чувствоваться и очень, и я тебе скажу, что не в плюс, не в сторону пропионата. Мне кажется, по сотке каждый день это очень тяжело будет переработать, и ароматизация будет бешеная. То есть там сотка каждый день, это, мне кажется, одна-две таблетки в сутки придется этого анострозола принимать, чтобы держать такое количество тестостерона в норме, снижать ароматизацию. Такой вопрос, улучшение спермограммы на курсе. Стоит ли вообще на курсе заморачиваться по этому поводу и какие меры предпринимать? Ну, тут на самом деле вопрос такой, его можно развернуть, а можно на самом деле сократить до одного предложения. Чтобы вот у вас не было проблем на курсе со спермограммой, да, со сперматогенезом, просто в начале курса добавляйте в свой протокол ХГЧ. Все, если у вас есть ХГЧ по течению всего курса, то на выходе, ну, вы, ну, то есть 80% своей активности, да, сперматогенеза вы, скорее всего, сохраните. Вот, то есть тут некий, ну, и после, там, сделайте грамотное ПКТ, ваши ЛГ и ФСГ, в частности, ФСГ поднимутся в норму, да, и там уже, может, месяц, максимум два, и у вас прям будет такая же спермограмма, как и до, может быть, даже лучше. Вот. А что касается тех случаев, когда человек сидит там на курсе, там, полгода-год и без стимуляции рецепторов, да, ну, тут, конечно, нужно подключать в определенных схемах гонантропин и достаточно-таки в больших дозировках. Ну, то есть основной препарат медикаментозный, это в 90% случаев это ХГЧ. Вот такой интересный вопрос тоже встречаю часто. Использование Т3-Т4 на курсе гормоносчетовидной железы. Стоит ли включать, для чего они вообще нужны? Ну, это в 90% случаев они используются во время сушки. Есть смысл использовать гормоносчетовидной железы в массонаборе, когда уже атлет, скажем так, сформированный, да, то есть вот у него, допустим, его категория ДОСТАК, да, у него уже вот прям вот четко 100 килограмм мышечной массы есть, ему остается только вот ее с каждым, ну, от сезона к сезону, скажем так, формировать, делать детализацию, глубину, качество, да, и при этом как бы не набирать лишнего веса. В этом случае, да, имеет место быть добавление гормоновчетовидной железы для того, чтобы не набирать, набирать более чище, не жировую, а именно более качественную массу за счет увеличения метаболизма. А в большинстве случаев это гормоны и препараты именно для сушки, чтобы, ну, многие их используют неправильно, то есть они делают жесткую диету и добавляют вот как раз-таки Т4, там, он попадается у нас во всякий тироксин, да, ну, Т3, да, Т3 достать тяжелее, вот, ну, тоже можно как бы, но это неправильно, потому что в этом случае ты теряешь большое количество мышечной ткани, потому что, грубо говоря, нам надо откуда-то глюкозу брать, а у нас вот там глюконеогенез, да, процесс получения глюкозы из аминокислот, вот как раз-таки вот виновником являются вот такие вот косы. На сушке использование Т3, Т4 дает нам возможность, на самом деле, сделать ее более мягкой, более плавной, то есть если без них ты бы сидел там на каких-нибудь условно 100 граммах углеводов в сутки, да, и там сушился вот как вот тебе надо, а с ними ты можешь перейти на 200, на 300 грамм углеводов и сушиться при этом точно так же и чувствовать себя комфортнее. Дозировки так вот начинать со 100? Вот тут тоже, на самом деле, очень такая индивидуальная вещь, потому что тут играет большую роль вес атлета, да, то есть и в этом случае он подбирается больше, как сказать, от веса, то есть там даже вот есть формула терапевтическая, это от 1 до 1,8 микрограмм на килограмм веса, ну то есть если человеку, ну там гипотириоз, да, вот ему назначают там 100-180 микрограмм тероксина, и вот в этих значениях там его уровень будет в норме, грубо говоря, по анализам, поэтому как бы больше нужно исходить именно от веса и после этого уже смотреть там на цели, потому что там какой-то именно жиросжигающий, скажем так, некий эффект, да, он начинается примерно с дозировки в 2,5 микрограмма на килограмм. Все-таки это же тоже курс, да, то есть что курс? Курс подразумевает повышение уровня гормонов с референсных значений, да, поэтому как бы это именно такая вот весозависимая вещь. Андрей Кутепов задает вопрос, победитель нашего розыгрыша твоей книги под первым выпуском, самый популярный вопрос, который набрал больше всего отзывов. Как грамотно спортсмену переходить с сезона в сезон и постоянно выступать? Я думаю, имеется в виду мосты или что отдых, ПКТ. Да, мне вот тоже вопрос на самом деле понравился, потому что вот для большинства спортсменов это вот прям вот основная эта проблема, то есть там делать инъекции, качаться, спать, там, да, тренироваться, это не особо сложно, а вот прогрессировать из года в год, показать там стабильный результат вот в приросте мышечной массы, да, при этом не теряя здоровье, это сложно. Но такой вопрос достаточно-таки объемный. Нужно иметь определенное понимание того, что твой прогресс зависит от непосредственно напрямую твоего здоровья, да, то есть если будут накапливаться проблемы со здоровьем, то рано или поздно вот этот прогресс банальным повышением дозировок, ну, удержать не получится, все равно будет откат. Заметь, вот знаешь, особенно это видно по таким вот звездам, которые, знаешь, вошли в эту, вот в бодибилдинг, да, вот они начинают там занимать первые места год, два, три, вот про них все знают, да, вот они там везде все забирают и резко пропадают почему-то, вот резко пропадают почему-то, и вот про них ничего больше никто не говорит. И вот я так считаю, что в половине случаев это, как правило, именно связано со здоровьем, потому что уже организм не вывозит, потому что не делаются никакие мероприятия по контролю анализов, по контролю здоровья, приему тех или иных лекарственных препаратов. И к этому, если человек хочет связать свою там жизнь с профессиональной или любительской, да, вот с бодибилдингом, на самом деле, вот любительский и профессиональный бодибилдинг, он чем отличается? Он ничем не отличается. То есть только возможностью заработать от дозировки, да, там, и какие-то такие вещи, они плюс-минус одинаковые, вот, поэтому должен быть систематический подход, то есть постоянная сдача анализов, прием лекарственных препаратов, контроль этих анализов, их мониторинг, сравнивание показателей, допустим, с прошлыми сезонами, да, то есть, ну, там, к примеру, там, какой уровень холестерина, там, каких-то ферментов был, там, год назад, когда ты выступал, готовился, сушился или еще что-то, какой он сейчас, идет ли там какая-то негативная динамика в том плане, что увеличивается уровень, да, или еще что-то, да, к примеру, там, или УЗИ органов, допустим, там, или ХКГ, там, происходит ли гипертрофия, там, левожелудочка, да, там, или увеличивается печень, ну, то есть это все нужно постоянно контролировать, то есть и по факту человек, который постоянно выступает, выступающий спортсмен, он, это мое личное мнение, как бы, да, но он, в принципе, должен забыть о условиях ПКТ, потому что я, вот, лично не представляю, как можно прогрессировать, мы не говорим, там, отдыхе, да, отдых же тоже можно сделать, там, на 200 цепианатов в неделю, да, отдых от тренировок, отдых, там, психологический, еще какой-то, вот, там, объем от большого количества еды, а как при этом прогрессировать в весовых категориях в качестве, в плотности мышечной ткани, мне очень сложно представить, ну, как бы, если речь не идет о каких-то, там, генетически одаренных людях, да, вот, поэтому, по факту, это сезон, при котором мы все равно продолжаем мониторинг здоровья, сдаем анализы, хотя бы там, ну, если речь идет, там, о трех месяцах, да, хотя бы два раза в эти три месяца, вот, промежуток временной, да, мы отсоревновались, даем определенное количество по времени отдыха, там, 2-4 недели, мастим, там, ставим тестостерон в чистом виде, приводим все показатели лабораторные в норму, делаем... Ну, имеется в виду, кроме ЛГФ, ЛГФ, тестостерон, да, 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 там, то есть, если там речь идет о, там, фертильности, там, желании в будущем, там, делать детей, да, соответственно, там, КГЧ, может, какие-то ударные дополнительные протоколы, да, делаем УЗИ, смотрим, там, размеры органов, там, нет каких-то проблем, там, с гепатобилиарной системой и тому подобные вещи, и, приведя на этом масте, приведя в норму ЦНС, отдохнув все показатели, мы переходим опять в подготовку... Ну, вот смотри, давай прям пример твой. Я, святоревнущий спортсмен, выступаю два месяца весной, там, апрель-май. Так. Вот мой график на год. Да, ну, вот смотри, вот мы с тобой... Вот я закончил выступление в мае, все. В мае, там, конец мая, вот у тебя был там какой-то курс, неважно, мы переходим на 200 цепианата и, там, допустим, 100 прямомбалана в неделю. Вот там, один раз в неделю ставим эти инъекции. Сколько по приложительности? По приложительности месяц. В этот период занимаемся какими-то введениями? Да, во-первых, да, во-первых, мы отдыхаем, у нас снижается количество приема пищи, да, тренинг такой более, скажем, направленный именно на получение какого-то позитивного, вот этого, да, составляющего тренинга, да, то есть позитивных эмоций, да, то есть кайфа, да, то есть ты там... Не напряг, не напряг, с одной килограммовой гантелькой стоит, бицухус выкачает и кайфует, да, то есть получение именно вот такого момента, то есть позитивных эмоций. Пока мы это делаем, мы отдыхаем от объема пищи, да, там, ну, опять-таки, если это речь о выступлении, конечно, первую неделю человек должен там откушаться немножко, там, вспомнить, что такое вообще еда, а потом уже, да, так это отдыхать, вот, и сдаем анализы, смотрим, есть ли проблемы какие-то, там, перекос каких-то показателей, их соотношение, тому подобные вещи, мы их приводим в норму, делаем УЗИ органов брюшной полости обязательно, да, и ХКГ, ЭКГ, потому что нагрузки были на сердечную систему достаточно-таки высокие, и вот к концу этого месяца мы, плюс к тому, что мы решаем, допустим, какой у нас будет старт, да, там, планируем какой-то график, сезон. Раз в год весной я выступаю, я, значит, в июне я чуть отдохнул, с ней лизировки, дальше, когда мне начинать мастер-наборный курс? Вот, к слову, тоже хороший вопрос, мне не люблю, когда спортсмены делают два старта в год, ну, то есть, вот, два сезона, у нас, как правило, это весна-осень, мне очень сложно представить, нет, конечно, возможно, я там, все мои разные, можно, знаешь, на одной таблетке метана и калиманом стать, если это какой-то генетический, генетический уникум, да, ну, мы говорим, как бы, о нашей общей массе, мне вот сложно представить, как можно прогрессировать, вот, именно в весовых категориях выступая два раза в год, вот, то есть, это сложно, то есть, это, по факту, вот, у тебя сушка, массонабор, коротенький, опять сушка, массонабор, вот, и вот это понимаешь, ну, то есть, вот, сделать какое-то качество, улучшаться, да, вот, именно внешне, ну, это сложно, я считаю, лучше сделать, вот, раз в год, как ты говоришь, весной, но сделать там больше стартов, не два, три, пять, понимаешь, но зато ты вот за этот год успеешь набрать, то есть, вот, ты, как раз-таки, вот, в конце мая закончил, месяц отдыхаем и, там, начинаем, вот, прям, с августа, у нас уже, прям, такой хороший массонабор с августа по, допустим, там, январь. По январь. Да. Просто смена препаратов на сушку, диета, смена препаратов, как часто, вот, это весь полгода сидим мы, примерно, на массонаборном курсе, да, кушаем в профицитной калорийность, употребляем определенные препараты, январь, смена препаратов, смена диеты, питание и, как раз… Ну, а она-то, у меня, как бы, вот, есть люди, которые, прям, знаешь, вот, у них, прям, четко, вот, к примеру, массонабор суст-декометан, да, и, вот, там, и, там, 6 тысяч калорий, ну, к примеру, потом, вот, у нас сушка начинается, у нас резко, там, тестостерон какой-нибудь, там, пропионат, мастерон и тренацетан, вот эти короткие, да, и 3 тысячи калорий, и, вот, они начинают сушиться, вот так вот, да, вот, есть такие, вот, у них какой-то, как… Вчера 6, а сегодня уже 3. Три, да, и препараты совершенно другие, вот, резко, вот, я не люблю так, я люблю это очень плавно делать, то есть, диета массонаборная, она перетекает очень плавно, вот, вот, в сушку, да, лучше дольше мы будем сушиться, да, лучше, там, у нас будет форма на первом, допустим, старте, я не такая, там, супер-мега готовая, да, но это будет комфортнее, я вообще не понимаю, многие делают свою пиковую форму, да, к первому старту, то есть, типа, я, нет, каждому старту нужна пиковая форма, да, это невозможно, ты не обманешь организм, это только так уникумы могут делать, там, вот, у нас, там, в команде Тарану, сухо, ему, что снег, что зной, понимаешь, он в любой момент, он, там, выступать готов, у него пиковая форма всегда, вот, а здесь нет, в большинстве случаев так не получится, то есть, это все должно быть плавно, подходить с свежей и спокойной головой, понимать, какой для тебя старт важный, какой старт просто прожаться, посмотреть, там, да, там, какие-то недочеты, может быть, подводки изменить, или попробовать какие-то новые варианты, да, потому что каждый раз пытаешься сделать лучше, 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 что-то там анализируешь, понимаешь, что такой подход, да, хорошо, но здесь вот, там, нам не хватило, там, сухости, значит, в следующий раз давайте сделаем вот, вот так вот, так вот, или, там, наоборот, был плоский, значит, больше будем грузить, или еще что-то, то есть, я считаю, что это одно перетекает плавно в другое, сочинка, ровно так же, как и вот эта сушка, перетекает плавно, вот, в отдых, и потихонечку в масонабор, без каких-либо вот таких вот перепадов. Так, друзья, на этом все, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. А обладатель самого интересного вопроса получит от нас книгу в подарок. Это была «Живая сталь», пока!